А шить без горячей воды петрозаводчане будут на неделю меньше. Так решили народные избранники. Летом следующего года горожанам придется терпеть отсутствие коммунального ресурса не 21 день, как раньше, а только 14. Лишить нас горячей воды санитарные нормы разрешают, но только на 14 дней. Однако в столице Карелии каждое лето горячее водоснабжение исчезало на три недели. Это позволяло решение Петросовета 20-летней давности. Его в июне этого года протестовала прокуратура Петрозаводска. Петрозаводский городской совет согласен с протестом прокуратуры и настаивает на изменении правил до 14 дней. Депутаты проголосовали за новое решение и теперь коммунальщиков будут административно наказывать, если срок гидравлических испытаний сетей превысит две недели. Сейчас необходимо будет провести встречи с бытовыми организациями, с управляющими компаниями и понять, как этот вопрос сделать технически. Хотя сегодня говорили и поднимался вопрос о том, что есть уже ряд соседних регионов, также северных регионов, где такого рода отключения ограничиваются шестью днями. Всего в повестке дня первого после каникул заседания было 24 вопроса, в числе которых арендная плата за муниципальное имущество, помощь малому бизнесу, благоустройство территорий и даже создание оргкомитета по подготовке к празднованию столетия деятельности Петросовета. Не планируется каких-то празднований, но в любом случае отметить, что с 1918 года работает представительный орган в городе Петрозаводске, наверное, как-то хотелось бы узнать горожанам, что сделано, какие вехи были пройдены Петрозаводским городским советом за сто лет. По словам инициаторов проекта, дополнительных средств из бюджета города на празднование юбилея Петросовета не потребуется.